Тройная радость Прощай жизнь 149 раз пытались добровольно уйти из жизни жителей Алматинской области в прошлом году. 80 из них оказались фатальными. До 14 тысяч гектаров намерены увеличить в нынешнем году пассивные площади сахарной свеклы, а вид на урожай 400 сантиметров с гектара. Не менее внушительные показатели ожидаются и по выращиванию картофеля и кукурузы. Сегодня под председательством Акима Алматинской области Аманда Кабаталова прошло расширенное заседание по развитию производства самых приоритетных культур для нашего региона. При такой колоссальной поддержке региональной программы развития свекловодства выращивать эту культуру в наши дни стало выгодно. Только в прошлом году пассивные площади превысили 11 тысяч гектаров. Было собрано более 440 тонн сахарного корнеплода. Цифры говорят сами за себя. Алматинская область вернула себе былую славу сахарного региона страны. Увеличение показателей поспособствовали и открытию двух сахарных завода. По итогам прошлого года под маркой «Сделано в Алматинской области» произведено 42 тысячи тонн сахара. Сейчас одна тонна свеклы оценивается в 18 тысяч тенге. Из них 8 выплачивают сахарные заводы. Остальная часть субсидируется через управление сельского хозяйства. Оказываем помощь и с закупом минеральных удобрений, гербицидов и семян. Все необходимые условия для аграриев созданы. Качественные семена – технологии, соответствующие всем мировым стандартам. Уже работают два экспериментальных поля в Каскелении и Талдыкургане. Функционирует 24 сервисно-заготовительных центра. В этом году этот список пополнят еще пять. Если говорить про семена, то 623 крестьянских хозяйств уже получили свои посадочные материалы из Европы. Одним словом, все должно пройти без каких-либо эксцессов, говорит замоки Малматинской области Серик Джамбис Кемпиров. Сейчас в области для сбора урожая у нас есть 54 комбайнов. Из них 22 автоматизированы. То есть человеческий фактор в этих машинах отсутствует. До 2021 года у нас поставлена задача увеличить более 16 тысяч гектаров. Сейчас все идет согласно всем графикам. Одним из приоритетных культур для региона остается кукуруза. В этом году ее посадят на 81 тысяч гектаров. Таким образом, средняя урожайность составит почти 68 центнеров. В показателях не отстает и картофель. Планируется получить 755 тысяч тонн продукции. Для достижения желаемого результата уже есть все условия. В прошлом году закуплена 21 тонна элитных семян из Нидерландов. В этом году мы уже открыли один сервисно-загодовительный центр. Планируем закупить 87 единиц техники на общую сумму 317 миллионов тенге. А посевные площади увеличим до 40 тысяч гектаров. Средняя урожайность, согласно подсчетам, составит 194 центнеров с гектара. Из трех культур предпочтение, конечно же, отдается сахарной свекле. Это является основным поручением руководства области первого президента Казахстана. Напомню, основная масса посева нынешнего года прилагается на Аксусский, Алакольский, Скельдинский, Каратальский, Кербулакский, Коксусский, Сарканские районы, а также города Талдыкурган и Копчигай. Первые руководители регионов пообещали Амандыку Баталову выполнить все поручения. Причем пообещали не только в устной форме, но и в письменной. В этом году мы должны не сбавлять обороты и работать не покладая рук. Крестьяне должны работать без каких-либо забот. Мы поможем им при решении любых проблем. Поручаю всем акимам районов и городов следить за каждым этапом при посеве, сборе сахарного корнеплода, вопросы субсидий и обеспечении удобрениями на особом контроле. Ситуация с многодетными и малообеспеченными семьями на особом контроле руководства области. В 2019 году выделено на единый пакет социальных услуг и мер поддержки 6 миллиардов тенге. Средства помогут значительно улучшить жизнь населения. Как продвигаются работы в этом направлении, узнавал лично Аким области во время объезда по регионам области. В городе Уштубе Амандык Баталов встретился с многодетными матерями города железнодорожников. Ответил на их вопросы относительно социальной поддержки многодетных и малообеспеченных семей. Учитывая то, что у матерей возникли вопросы, которые уже решаются, поручил усилить информационную работу в данной сфере. Акимы районов, городов и сельских округов должны доходчиво разъяснить государственную поддержку в рамках поручения Ельбасы, говорил глава края. И сегодня в рамках этого поручения прошло совещание с участием Акимов и городов Алматинской области. На сегодня в области порядка 40 тысяч многодетных семей. Индивидуальную работу с каждой из них ведут ответственные лица. Однако информированность о государственной помощи, отметил первый зам, идет не на должном уровне. Слабо ведется работа и по созданию новых рабочих мест для многодетных, отметила руководитель управления координацией занятости. Многодетных мам на сегодняшний день вы можете туда устраивать в день по 4 часа на общественные работы. Расширить социально-ориентированные виды общественных работ. Из года в год в области расширяется перечень видов общественных работ. Так, если в 2018 году было 54, то в первом квартале текущего года составило 60 видов. Создать отдельные виды социальных рабочих мест на дому с субсидированными заработными плодами. Согласно социальной карте области, на 2019 год выделено порядка 3,5 миллиардов тенге. Эта сумма направлена на бесплатное горячее питание, гранты, оплату услуг детских садов, бесплатный проезд, строительство жилья и другие социально важные темы для улучшения качества жизни многодетных и малообеспеченных семей. Сейчас идет активная фаза реализации этих целей. Акиматам районов и городов необходимо усилить работу по поддержке малообеспеченных и многодетных семей по привлечению спонсоров к решению их проблем обеспечения жильем. Также обеспечить рабочим местам незанятое население. Держите на контроле весь процесс социальной помощи. Жду конкретных предложений по дальнейшему улучшению показателей, отметил Лаза Турлашев. Поручив все поставленные задачи, исполнить и отчитаться в кратчайшие сроки. Елеман Райбеков, Габит Кавдархман, телеканал ЖТСУ, Талу Курган. В семье Даурена и Енлик Бауберековых с разницей по одной минуте появились сразу три девочки. Малышки родились недоношенными. Потом ровно месяц назад были под присмотром неонтологов перинатального центра Алматинской области. Сегодня младенцам разрешили отправиться домой. Пожелать удачи тройне прибыл заместитель Акималматинской области Акан Абдуалиев. Именно девочкам дали дедушка и бабушка. Алима Алиша Альмира. Старшая спокойная, серьезная. Средняя очень нежная. А вот младшая самая энергичная. С первых дней они уже показывают свой характер. Говорит 23-летняя мама малышей. Это ее первые роды. Мы узнали на пятой неделе, что у нас будет двойня. По УЗИ нам сказали. На седьмой неделе нам сказали, что по УЗИ показывает три сердца. Мы испугались, конечно. Мне было страшно. Муж радовался, все радовались. Они родились на 36-й неделе. Это почти 8 месяцев. Я была беременна зимой. Я не выходила почти на улицу, потому что боялась упасть, потому что живот большой, под ногами ничего не видишь. Все эти трудности теперь позади. Рождение тройни стало поистине радостным событием для всей семьи. Как со стороны отца, так и со стороны мамы девочек. Но особенную радость испытал папа малышей. На месяц он поселился в родильном доме, чтобы быть рядом с супругой и помогать ей выхаживать дочерей. Тройни. Я тогда был вообще, ну, естественно говоря, сначала был очень рад, был напуган, была растерянность. Но в большей степени, конечно, радость. Хотелось, чтобы у меня было как можно больше детей. Всегда мне волновал такой вопрос, что мне сколько нужно времени, чтобы у нас у меня трое детей появилось. Если лет 10, как минимум, надо было. А тут, как говорится, Всевышний помог и подарил мне сразу троих сладких дочерей. Это первая тройня, родившаяся в перинатальном центре Талдыкургана в этом году. А на профессиональном опыте акушера-гинеколога Каната Жумашева это третье по счету событие. Сделать кесарево сечение родители доверили именно ему, опытному врачу. Всех своих тройняшек главврач помнит по имени. На моем профессиональном опыте уже третий тройня. Первый раз это было на заре моей, когда я начинал работу в 1994 году. Они это были мальчики. Их назвали Аман первого, Есен и Джусун третий. После этого было три девочки, которые у нас родились уже в 1995 году. Это данная, наверное, уже по счету третья. За 30 лет своей работы. Прибывшие на выписку детишек представители Акимата области поздравили родителей тройняшек и в качестве подарка вручили ключи от квартиры в новом коттеджном городке областного центра. С таким замечательным событием, рождением малышей, новоиспеченных родителей, по телефону поздравил Аким Алматинской области Аманда Кбаталов. Я поздравляю вас с рождением тройняшек, трех красавиц. Я от всей души желаю малышам крепкого здоровья, чтобы они выросли вам на радость, стали достойными гражданами нашей страны. А вам, родителям, желаю терпения. С начала года в родильном доме областного центра на свет появилось около полутора тысяч детей. Из них 28 двойняшек. По словам врачей, демография в области динамичная. Президентом республики должен стать мужчина. Такое мнение выражают коммунисты Алматинской области. Об этом член Компартии заявила во время заседания Общественного совета региона. Как говорит Сауле Бегарова, управлять государством – своего рода экстремальное занятие. И поэтому справиться с этим могут именно представители сильного пола. Однако другие участники встречи считают иначе. В пример они проводят, приводят таких видных и успешных женщин-политиков, как Маргарет Тэтчер, Индира Ганди и Ангелу Меркель. Что касается в целом предстоящих президентских выборов, то члены совета считают, что решение Касмжомарта Тукаева верно. По тому, как страну должен возглавить человек, пользующийся доверием большинства граждан. В связи с этим участники встречи просят казахстанцев принять активное участие в этом процессе. Ведь именно от выбора достойного кандидата зависит будущее страны. Насколько мне известно, в следующем году у нас пройдет перепись населения. Это очень масштабные мероприятия, затратные мероприятия. И если и выборы будут в 2020 году, то у нас получается, что два этих, две компании, они совпадают в один год. Это будет очень большое отвлечение одновременно на две эти компании, и материальные ресурсы, и финансовые ресурсы. Это будет очень накладно для бюджета нашей страны. Именно поэтому принято такое решение провести выборы в июне этого года. К другим темам. Здоровье нации превыше всего. Увеличить объем бесплатной гарантированной медицинской помощи поручил глава государства Касмжомар Тукаев. Напомним, недавно весь мир отмечал День здоровья, который в этом году посвящен теме всеобщего охвата услугами здравоохранения. Необходимо привлечь как можно больше частных клиник и амбулаторий, поручил президент. В связи с этим практически все медучреждения Алматинской области работают на увеличение ГОМБП в их числе и КДЛ Олимп. Пенсионерка у Луташи Ибрагимова к врачам обращается часто. Женщине недавно сделали операцию на сердце. Теперь она под строгим наблюдением и систематически сдает анализы. И постоянно приходится подолгу стоять в очереди, признается она. Недавно она узнала об услуге приема анализов на дому. Обращаемся в Алимп, потому что верим, очень достоверно, качественно и быстро обслуживает. Тем более я неходячий больной, ко мне приезжает, мне это очень удобно. В последнее время мне после операции сильно тошнило, и мы решили сдать анализы. Сдали анализы, у меня там норма превышала. Врач назначил лекарство, мне прокапали, мне значительно лучше. Теперь я еще больше доверяю Алимпу. Произвести лабораторное обследование быстро, а главное качественно, помогает швейцарская техника КАБАС. Анализаторы способны выявить практически любой недуг. Она полностью автоматизирована и исключает человеческий фактор. По словам сотрудников КДЛ Алимп, такой техники нет нигде в нашей области. Клиника диагностической лаборатории Алимп работает в 18 городах республики, в трех городах республиканского значения. В сети КДЛ Алимп открыто около 300 пунктов забора биоматериала в городах и отдаленных регионах. На сегодняшний день клиника диагностической лаборатории Алимп ежегодно выполняет около 16 миллионов тестов для 5 миллионов населения республики. Придя к нам, пациенты могут абсолютно бесплатно сдать анализы, если у нас есть договор с поликлиникой либо стационаром. На сегодняшний день... Добавим, в прошлом году КДЛ Алимп удостоился премии президента РК Алтенсапа. Это наивысшая национальная награда за качество. Утверждение победило в номинации «Лучшие предприятия, оказывающие медицинские услуги». «Мне очень нравится, удобно. И в плане того, что сдав анализы, мне очень удобно не приезжать обратно сюда. Приходят смс-уведомления, и я могу прям, сидя дома, узнать свои результаты. Очень удобно. Это считаю, что на высшем уровне. Очень рада, что в наше время есть такие лаборатории». Уже в этом году КДЛ Алимп ждут большие перемены. Из старого здания они переедут в новый просторный и технически отнощённый центр, который уже строится в Талдукургане по улице Кабанбай-Батыра в рамках государственно-частного партнёрства. Дамир Анитов, Кайрат Кастурганов, Телеканал ЖТСУ. К новостям республики. 12 миллиардов тенге запросила Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан на проведение досрочных выборов президента в стране. Об этом сообщил вице-министр финансов Берек Шолпанкулов. Он отметил, что 70% запрашиваемой суммы пойдёт на зарплату приличённых людей, которые будут работать в избирательных округах. В настоящее время идёт оценка расчётов, проверка обоснованности, по итогам которой сообщат точную сумму. Напомним, на прошлые президентские выборы ЦИК потратил около 5 миллиардов тенге. Казахстанские депутаты предлагают освободить от сдачи ЕНТ отличившихся спортсменов. Посвящая всё своё время спорту, выпускники спецколледжей набирают низкие баллы на тестирование. Тем самым не могут получить государственный образовательный грант, говорят народные избранники. Депутат Сената Мурат Пахтярула во время заседания направил запрос заместителю премьер-министра РК Бульшария Абдакаликовой с предложением рассмотреть данный механизм. По его словам, 5 специальных колледжей ежегодно заканчивает около 200 выпускников. Из них 60-70% выпускников подают документы в ВУЗы, но не могут получить государственный грант. В нашумевшем деле певицы Гаухара Алимбековой наконец поставлена точка. Осуждённая за мошенничество известный композитор сегодня оправдана. Выдвинутые против неё обвинения не были доказаны. В апелляционном суде по делу певицы судья вынес решение об оправдании. Напомним, 30 января стало известно, что Гаухара Алимбекова признана виновной по статье и лишена свободы сроком на 6 лет, а спустя несколько дней певица была освобождена под подписку. Судебное заседание по отношению певицы проводилось до настоящего времени несколько раз. Миграционная служба Департамента полиции Алматинской области проводит рейдовые мероприятия по контролю за миграцией и соблюдению миграционного законодательства. Только за три дня проведения республиканского ОПМ «Нелегал» сотрудниками службы было выявлено 536 нарушений и задержано 13 нелегалов, которые уже выдворены за пределы страны. Привлечены к ответственности и пять казахстанцев, незаконно пригласивших эту иностранную рабочую силу. В большинстве случаев нелегалы – это граждане соседнего Узбекистана и Кыргызстана, которые в основном работают на строительных площадках. По словам некоторых из них, на заработках в Казахстане они не впервые и всегда надеются на порядочность своих работодателей, которые отдают свои документы для оформления необходимых разрешений. Однако на деле все выходит совсем не так. Стремясь экономить несколько тысяч тенге, хозяева строя площадок надеются на авось, хотя процедура узаканивания иностранной рабочей силы достаточно проста. Для этого всего лишь необходимо подать заявление в миграционную службу, оплатить госпошлину и получить разрешение. ОПМ «Нелегал» продолжится до 12 апреля. Силами сотрудников Управления миграционной службы и территориальных подразделений Департамента полиции Алматинской области были привлечены 267 иностранных граждан, а также граждан Республики Казахстан, которые нарушили миграционное законодательство. В основном такие нарушения, как осуществление трудовой деятельности иностранцами на территории Республики Казахстан без соответствующего разрешения уполномоченного органа, а также наши граждане Республики Казахстан привлекают без соответствующего разрешения. В Нью-Йорке объявлен режим чрезвычайного положения из-за вспышки кори. С конца сентября уже зарегистрировано более 280 случаев. Это самая масштабная эпидемия кори в Нью-Йорке с 1991 года. В основном болезнь распространяется среди членов бруклинской общины ортодоксальных евреев. Директор Национального центра аллергологии и инфекционных заболеваний говорит, что многие члены общины отказываются от вакцинации. Энтони Фаучи надеется, что на этих людей смогут повлиять религиозные лидеры. Нужно, чтобы религиозные лидеры, главы общин, убедили людей, что они должны это сделать не только из-за заботы о детях. Они несут ответственность перед обществом, говорит он. Прививку местные жители должны сделать в течение 48 часов. В ином случае им придется заплатить штраф в размере 1000 долларов. Обязательную вакцинацию должны пройти все взрослые и дети старше 6 месяцев. В Будапеште обезврежены две неразорвавшиеся бомбы времен Второй мировой войны. Снаряды весом соответственно в 50 и 100 килограммов были обнаружены на строительной площадке, не расположенной недалеко от торгового центра МОМ. Ранее в целях безопасности полиция эвакуировала жителей 547 домов, работников двух офисных комплексов, а также постояльцев и сотрудников двух гостиниц в радиусе 500 метров от ЧП. К операции были привлечены саперы, военные и порядка 370 столичных чиновников. В среду 10 апреля уборщики, вооруженные длинными палками, начали очередную пасхальную уборку стены плача в Иерусалиме. Из щелей между камнями они достают записки с просьбами и обращениями к Богу, чтобы освободить место для новых посланий. Стары не выбрасываются и не сжигаются, а захораниваются на Маслиничной горе, как и все тексты, где упоминается Всевышний. Стена плача или западная стена длиной 485 метров – часть стены второго храма, разрушенного римлянами в 70-м году н.э. Это величайшая святыня иудаизма, но большинство заложенных в стену записок, как выяснилось, принадлежат не иудеям, а приезжим туристам. Самоубийство – не выход из тупика. По официальной статистике среди молодежи Алматинской области за 2018 год зарегистрировано 80 фактов суицида и 69 попыток. С целью профилактики и предотвращения суицидального поведения в Центре обслуживания молодежи проведен форум на тему «Будь в потоке жизни». В форуме приняли участие психологи городских, районных школ, среднеспециальных учебных заведений и молодежь. Специалисты представили новейшую технологию – методологию работы с детьми на ранних стадиях суицидальной наклонности. По словам Марьям Нигмаджановой, это облегчит работу психологов учебных заведений. Также значительное внимание в Казахстане уделяется выявлению причин самоубийств. Во многом упор делается на исследования социальных сетей. Официальное ведомство блокирует суицидальные и призывающие к конфликтам группы в интернете. Сегодняшний форум предназначен для того, чтобы дети с суицидальными наклонностями были вовремя выявлены. А на сегодняшний день показатели нашей республики показывают, что в принципе ситуация не так хороша, как мы думаем на самом деле. Мы же привыкли на многие проблемы смотреть, а меня это сегодня не коснется. На самом деле сегодня не просто это нас не касается, а коснулось и коснулось до такой степени, что уже начинается резонансная тревога. Не только новыми телепроектами ознаменовалось 20-летие телеканала ЖТСУ. Электронные СМИ выступили с организатором концерта народного искусства. Приятный вечер традиционной музыки зрителям подарили такие артисты, как Рамазан Стамгазиев, Иркин Шукиманов, Тлеулес Курмангалиев. Концерт открыл заслуженный деятель культуры Казахстана Нуржан Жанписов. Концерт народных произведений в ближайшие дни будет транслироваться на канале ЖТСУ. Сегодня мы пришли на замечательный праздник телеканала ЖТСУ 20 лет. Хочу от всего сердца поздравить вас. У нас в стране очень много телеканалов, но ЖТСУ занимает отдельное место для меня, потому что вы пропагандируете национальные ценности и искусство. Это очень важно, чтобы наши люди не забывали свои корни. Игра высоких полетов и небывалых скоростей. В Талдыкургане стартовал пятый заключительный тур 27-го чемпионата Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги дублирующих составов. Звание сильнейшего оспаривают девушки до 23 лет. Всего 8 команд, и в их числе и дублеры женской сборной Алматинской области ЖТСУ-2. Наши землячки по итогам четвертого тура расположились на третьем месте в турнирной таблице первенства, пропустив вперед дружины Алматы-2 и Павлодарский Иртышка-Схром-2. На протяжении всего чемпионата от тура к туру игроки этих трех команд совершенствовали свое мастерство, улучшали качество выполнения технических элементов, налаживали игровые связи. Нужно отметить, что лидеров разделяет между собой минимальное количество очков, и в пятом туре каждый из них может пробиться на первое место, а потом и борьба в Талкурганском дворце спорта ЖАСТАР будет особенно упорной, зрелищной и бескомпромиссной. С каждым годом волейбол в Алматинской области набирает обороты и идет вперед семимильными шагами. И я тоже, как ветеран волейбола и ветеран спорта, очень хочу, чтобы в нашем крае, в нашем регионе волейбол расцветал, и дети занимались спортом и прививать здоровье, образ жизни. Такими событиями был насыщенный уходящий день. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова